всем привет друзья меня зовут владимир с вами вредный нот мы начинаем играть игрушку мафия давненько на меня валяется давненько я никогда не могу руки не доберутся в общем в очередь еще киберпанк ё-моё но этом жду патчи потому что запустил там это это жесть просто никакая там это оптимизация поэтому давайте начнем пока с мафии а киберпанк вроде как патч 14 уже вышел 104 вернее соответственно вот я сейчас обновляю посмотрим что будет есть все нормально мы и уж вы проходите себя 5 накатая лажовые тагаре будет мы ее паре не будем соответственно посмотрим пока что мы начнем с мафии мафия это у нас уже все юный уже видели пересмотрели переиграли и так далее я так был старая версия мафии которую на новый лад переделана там что-то не допилили что-то доделали и так далее соответственно в мафию в перу я играл но моя игра закончилась на автогонка как я думаю и очень многих людей кто в нее играл в принципе поэтому давайте-ка сейчас попробуем это все исправить мы сейчас начнем по-нормальному поиграем узнаем чем собственно сюжет мафии потому что я его так и не знал и соответственно в несчастной эти гонки я возьму реванш надеюсь запустил вроде проверил вроде все работает хрен того знает сейчас проверим так сюжет ну низкий минимум трудности умеренное количество трудностей множество трус не давайте мы возьмем средний как обычно потому что низки совсем не интересно так как классический это что такое враги смертоносного ли они давай короче средний сот такой обычный режим чик мы возьмем и оттуда уже будем смотреть я такой вроде как можно все это сделать так помощь прицеливания вообще не надо мне режим вождения и так автомат только автомат пропускать поездки не будем наверное пока что так но давай посмотрим да начнем с этого плюс еще момент какой вот я долго думал как этот экран свести у меня получается он широкий блин чтоб обыска нормально захватил чтобы все это было видно в новую вроде как получилось надеюсь поэтому сейчас посмотрим пока что большая проблема в том что как вам передать картинку с большого экрана я могу передать но она будет актуальна для тех у кого тоже широкий экран такой экран маленький соответственно ну как маленький обычно до стандартный 16 9 у тех соответственно будет там поля вот поэтому сейчас пока что приходит тут ловить еще не всем пока понял какой механизм сделать волну поймать но тем не менее вроде что то получается посмотрим сейчас многие игры стали делать так что они с краев экрана вот вот где где вот вот с краев экрана вот в центре переводит всю менюшку текст и так далее чтобы было видно соответственно вот эта игрушка вроде из этой же серии я сейчас запустил там я нашел как это поднастроить ну что сейчас перепроверим все будет хорошо я тебе говорю то парень не от меня все зависит но многое мафия томми эдрю бонжорно не знаю насчет звука тут он как поле джереми люк лицензионный лицензионный ну в общем чуть я гружу техническими трудностями ты и ты и так знаешь что у нас youtube достаточно такой вредный и соответственно иногда приходится там выделываться чтобы было не так все вредно так уже вижу первый косячок косячок ой уже это вот второй косячок как это подожди сфокусируйся камера фокусе вот сфокусировалась вот первый косячок вижу его я подправлю чтобы было все вообще красиво потом не скажу что за косячок блин что тут все таки вот первые мафии есть атмосфера я просто понял когда играл на прям нет захвата вот из атмосферы все потом вышло вот вторую мафию пропустил вышла третья мафия в третьей играл мы с тобой даже начинали его проходить вообще никак не зацепила не то не то показалось какой-то некой такой пародии на gta и что-то как-то она ну не зашла честно а вот первое мне даже в то время учитель не заходила сейчас я даже сейчас графику вижу конечно обалдеть это гады и ты все пропустил и пока настраивал сейчас хоть посмотреть с вами а интересно тут озвучка русская английская что-то не помню хоть бы русская хоть бы русская реально не помню я уже давно подготавливал как бы и под настраивал и что-то как-то это подзабыл уже ты смотри летает вообще пофигу как раньше вообще выживали непонятно ты доме ой слайде господина детектив норма по-русски все-таки завоевываем завоевывая позиции воли сюда никто не пришел бы разве что санитарный инспектор что вам принести по-русски стали теперь на учет все и все хочешь глотнуть нет спасибо как хочешь итак по телефону ты сказал что есть предложение ко мне все так учти если тебе надо подмазать копа а то ты не по адресу мне не нужны никакие партнеры хорошо я на мели даже на кофе не хватает но у меня кое-что есть рассказывай вы давно в городе три года я начинал в эмпайр бэй и вам поручили дело морелло первый же день ну так в газетах пишут а тебе то что скверно ведь это дело явно не из простых и что ты можешь мне помочь да я кое-что знаю и что же ты хочешь взамен неприкосновенность или может быть деньги ничего мне нужно защитить родных а семья это всегда слабое место и тоже это больная мать или жена с кучей детишек жена и дочка я так понял тебе больше не к кому обратиться иначе бы меня тут не было печально отец всегда говорил мне что без друзей в этом мире не прожить да но в моем мире все наоборот я не удивлен слушай пока я ничего не могу обещать сперва я хочу узнать что у тебя есть так что может расскажешь или будешь тянуть время пока за тобой не придут думаете я в бегу да я это знаю томми боже взгляни на себя вид паршивый не спишь ночами и так часто озираешься что скоро шею себе свернешь сдается мне на хвосте у тебя очень серьезные ребята и они не отстанут пока не отправят тебя на дно реки выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь мы оба это знаем но если ты останешься и все мне расскажешь быть может проживешь еще достаточно чтобы отвести дочку под венец пожалуй я заплачу за твой кофе эх знал бы куда все это приведет никогда не знаешь что ждет за поворотом но ведь ты не родился с револьвером в руках нет я был таксистом еще в тридцатом я работал ночами так больше платили и вот под конец одной смен я повстречал поле и сэма ах ты суха ах ты суха ах ты сухой ах ты сухой живым не уйдешь хочу был небольшой тем не менее справа была полосочка черненькая то не совсем как бы это правильно захватывалось это только видал фильмах так о чуть-чуть у них эти другие а это этот счет я так могу это придумал блин то хорошо что что-то не я делаю вести спрашивать так вроде как уступили да все хорошо ладон же я надеюсь жули они как скажешь вроде нормальненько ну-ка а стой стой на право направлении а че вот так вот легко было что ли оторваться да подожди ты я просто помню в оригинале там что-то капец было тяжело дорваться реально уже тормозил не смей подслушивать я просто вижу вас туда куда вы сказали вот и вези я и везу чё-то начинаешь на так секунду знаешь мы что делаем вот так и делаем перемести меня вправо а то я посмотрел слева ты задание не видишь да не ори ты чё-то орешь вот нормально другое дело поехали я понял но уже близко куда мне вести вас на том берегу начинает умирус и ну а нормально мне показалось на нюшка все рисковато правее берем нормально проехали там вы засуете обратно ты их остановит а вот я же говорю что не просто так это все было больше там что-то тяжело как-то было бы сваливать от них давай смотри первое с это струлили на на хорош ну подожди днями вы не особо ладить и до деловые партнеры ссорятся так бывает заткнись уже более хватит полдать и хотя бы тихо 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 нормально смотри ушат в дружить до утра бухгинский дрифт называется ребята давай еще раз он последний час мы также да нету проще проще убирать все минус три тачки сколько вообще навстречу было машин вижу что проще о почти почти стрелять 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 покажу на то что они туда не туда не попал а чё они объемный так на руку на правый на право нормально у их колесики вишу некие машину таскает как не знаю кого оба 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 вообще плохо было и все ушли может гадюшли по ее то уж него теперь уже что кто-то до вам все на это еще больше и больше похоже они всех подняли если не вернется в свой район долго мы тут не протянем надо двигать домой а где дом то слышь а вижу дом давай давай горцуем все вижу сейчас по встречке пойдем они хреново едет мы лучше надеюсь не мы тоже даже хреновик едем enoughoo не потому что хреновенько уже до машины паршуя удержал 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 да мы успеем кто куда пошли так и ни хрена у них крутые тачки по любому бмв тридцатый годов а теперь в маленькую италию и побыстрее да это не закончена а машину установите какого я не ожидал думаешь у нас тукач думаю тебе лучше помалкивать обсудим когда вернемся в бар доеду еду пацаны не ругайтесь и челы ты смотри дрифтиль то как а все я красавчик останови возле бара сольери что ли да тот самый ты здесь зачем ты хочешь награду от дона или нет до машину починить и да и все не надо ничего так он ни хрена смотри спокойный подвез спас гангстеров переселки поучаствовал машину просто расхерачил самую очередь судя по сему чуть подранили судя по шкале здоровья и вофиге полный пофигизм журиальный итальянец компенсации за твои услуги и ремонт машины теперь мы в расчете этого должно хватить слава дон сольери весьма тебе признателен за все если что то понадобится деньги в долг хорошая работа только попроси дон друзей не забывает ясно спасибо и еще все это только между на если спросят откуда деньги выиграл в покер а насчет царапин на тачке пытался объехать бабульку на дороге конечно до скорого по давай поищем или отсюда по-корошему так а нихера себя по звездочке в то время были когда я вскрыл конверт меня чуть инфаркт не хватил деньги на ремонт да я бы легко мог купить новую я думал над предложением сэма работе но бы скорее против платят хорошо но связываться с криминалом лучше бедный живой чем богатый мертвый даже удивительно как я был далек от этого хорош респектные уважуха ты прикинь да красотища не будут не устраивает это год немножко попасть не устраивать я после три поездки с парнями сольери я поскорее вернулся за руль но работалось уже по другому развозя людей ты проводишь много времени наедине со своими мыслями и с чужими тоже что охренела что ли без продав ты прикинь да какая диска охренеть давай поехали у чё мы ждем чё мы ждем едем мы чё ты все-таки выход заедем дерганы как-то подстреливаться и странного к нему я очень странно не должен я всегда вашу аккуратно редкость для таксиста прикинь бы вы кто-то нарувать тут на обратно следит учула еще посмотрим первую серию а потом что подкорректируем что у меня там прям блин прям так хорошо а вот тут прямо быстро чё-то как как-то не могу сосредоточиться чё ты на только дерзко а чё за его лазонова я подожди ты у нас главное прошу следи за дорогой короче это давать бабуську базарить не будем а правило соблюдать надо задание там задание вон слева хорошо мадама я правило лучше вас знаю если я еду по встречке это можно не заход подрезал то нужно а если кому-то леща дал за то что базарить на заднем сиденье и отвлекать водителей это прям непременное обязательство выполнение моей работы таксистов а чё могу вырубить реально радио что-то вырубил он врубилась да не в целом нормально жить можно все гоним 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 давай блин вот короче с это бобёк это надо а чё будет если я как бы беспределить начну заругается чё не оплатит мире что а тут я вообще могу эту трамвайной пути как бы ну так на всякий случай стой я еду и желтый специально у нихера себе подожди а это мы где там этому точно в этом в сша вот здесь возле парка руки просто ворд готический что-то как-то точно сша нет мы на месте храм вот он с вас 30 центов взамен чаевых я дам вам совет не курите в машине я будто пепельница ехала у если советы себе оставь за жилье давай чего еще ждать от митальяшек ты охренела что ли слышишь расистка я тут националистка я не могу без радио ездить ну это еще клиента иди ты лесом я не могу с радио ездить потому что youtube ругается у нее бабушка я тут клиента нашел вроде как ты где он ты клиент к для чего вот я ж нашел клиента то полиция да это синенькая точно смотри к полиции это мадама мадама смысл подожди я нашел клиента огонь не садится а подожди ты ко мне а это полицейский синий то ё-моё это не клиент от лентка фу-моё вон беленький наверное клиент а я чё а я ее клиента с полиции перепутал нормально да ладно мафию подвозили чё полиция не подвезем нормально все будет наш клиент надеюсь тут ладно 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 мой косяк чё ты сигналишь едь давай по бузке на каламаге клячи на клячи ооо еду едут клиента падай ну-ка давай про буксовочку кстати да тут есть ну и это можно типа есть выжить за минуту петель решили развеяться а тебе то что да так беседу поддержать да на тебя не за беседы плачу еще не патишь ни хрена деньги на бочку другом поверь эту побыстрее этого кризиса люди сейчас за 1 полицейского там еще маню скажет я его не просил ну так вообще комментируйте мне работа есть всегда просто ее искать нужно понимаю вы занятой человек таких нынче редко встретишь я эту депрессию предвидел продал акции перед тем как биржа рухнули так что да я занятой будете весь день разглядывать старые картины ни хера блин деловая встреча хотя тебе до этого дела учитель шумахера я сам испугался профессионализм профессионализм не пропьешь хорошо вот нормально были 30 секунд осталось так а ну тут их это в принципе нормально давай посюда поехали знаки вот эти вот нарисовываются я их здоровью не купил я думал там как бы это самое перед галереей а без б давай себя 50 центов 51 спасибо приятель вот полбакса не трать все сразу а ты что там богатый типа дай мне доллар что-то мне кажется все клиенты сегодня такие козлы да мне следующий у меня другой интересно если он такой богатый чем без пиджака то денег не хотела не ну так это лучше чем 30 центов ой красный 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 да не ори ты я до 100 блин не остановился все можно все нормально все хорошо блин ругаются еще но я слушаю вроде да ладно ты ё-моё поетки нервные все они живут 30-х годов куда им куда не спешить это у нас сейчас информации только что офигеть ничего не успеваешь а у них хочу на расслабочь да с уже я нашел способ как делать так что потом прям красота была прям чтобы тебе было комфортно круто смотреть о куда выглядишь приятель я-то спите работаю а с тобой что 21 улице ладно я не скажу купом что тебя выпивка несет а ты не скажешь если я скорость превышу договорились это подожди стой заработал сегодня да так меньше чем хотелось бы как рынок упал так теперь ни у кого нет денег на такси чуем и в полной жопе от тебя только потому и сел что это родной и близкий давай рассчитаем всем парачили несколько людей и нужны те кто ухо перевозят и продает он видел как они давай меньше людей забирали ну да если они хотят тебя что-нибудь содрать могут чему угодно прицепиться в городе продается все уж это точно а спидометр у меня в мире или километрах я так понимаю в мире должен быть америка же туда-сюда так ладно блин а у нее реально вообще то есть нет или он не часа взамен оплаты дико полезный совет даст а ночевый просто полезный чё ты его пропускаешь он идет хрен пойми где поехали как по сигнале это от ограничителей с них носим не трава и объедет ладно нормально денег дай у моего двоюродного брата кафе на лоток за углом скажи что тебя прислал спасибо как нибудь зайду прислал ты прикинь до курьера нашел охренеть господи и как дела друг помнишь меня нет а у меня выбор бля кому к был чтобы ты всегда помнил чей это город какое-то время походишь под подожди подожди я сейчас яду поудобни бежать надо надо поудобни сесть чтобы бежать было лучше так что стоим-то беги дебил ты чё встал то олень да он прикинь он встал он сам встал о да он еще заинтю стрельнут еще как она ну тут это итальянская прикольная прыгает побежали это кстати савери тут где бар был бегом высаживал не туда бы надо вообще замечательно было бы там он реально взял остановился ему жму я ему шифтую я ему W жму он стоит а я тебя так это пока не гребет не побежит сюда ты смотри какой шустра я все-то на блок по башке по разбитой долбануть чтобы он понял что с ним шутить не будут ладно бежим чё прибежал нет смотрите кто это Дино Лу у вас есть дело к Дону не нам бы с этим таксистом поболтать и все с этим знаете это любимый водитель Донна если хотите сказать что-то ему скажите мне правда ну вот что дружище мы так просто не уйдем ищите может тогда вы здесь и останетесь ну что ж еще свидимся пойдем лу спасибо это мелочь пошли познакомишься с Доном с Альери да эта история его повеселит при нормальные пацаны надо с них заботить короче этот работу бизнес там чуть ты посему это сейчас и будет да бегущий человек поехали давай как твое имя сынок томас томас анджелес фрэнк сказал у тебя проблемы да сэр мое такси здорово размолотили люди марала пришли к томе он помог нам тогда это такси твоя работа да сэр я чувствую перед тобой ответственность я дам тебе небольшую сумму как раз хватит на починку машины большое спасибо сэр но деньги мне не нужны тогда в чем же дело я хочу добраться до уродов разбивших машину ты слышишь фрэнк парню нужно мое разрешение чтобы подраться да я слышу ладно томи анджело все быки морелла торчат его баре поле ты знаешь конечно хорошо ты поедешь туда 100 у бары есть парковка там стоят их машины разнеси пару тачек пусть морелла узнает что на моей территории нельзя избивать честных работяг спасибо мистер солери я не подведу ты смотри как он смелый у нас стала к крышу почула вернешься обсудим что делать дальше но мана поехали разносить так что потише лады окей прочесть заметку а дон солери вы не представляете как я счастлив узнать что вы собираетесь посетить свадьбу моей дочери прошу если у вас есть какие-то особые пожелания дайте мне знать я все устрою это будет чудесный праздник а с вашим благословением он запомнится все еще всем еще больше ваш верный друг джованни романо дорожном так я как бы я хочу я ничего поле ломбарду а про хибер чо давай по-русски на сход закон остается в силе производства и продажи алкоголя по-прежнему запрещены выступая перед пресса президент герберт гувер подтвердил что сход закон это благородный эксперимент остается в силе а в ответ на критику демократов гувер пообещал увеличить финансирование бюро по запрещению а также усилить борьбу с контрабандой нелегальной торговли спиртным а ну да это алькопон таки поднялся так если не пойди в истории не чтобы этот не изменяет окрасном законе был поднимался а сел он как-то вообще глупо и там сил или расстреляли его по налогам облачитываться а машину погоди нихера до агрегата дай посмотрю более ну так ригачи хорош очень нравится эх мне в году так сороковых пятидесятых лет 50 нет не тридцатых сороковых кунь мерседесик там bentley бы такой раритет подарок вообще нравится эта техника старенькая вот эта смотри какой штуцер это кто с тобой винни это томми анджело у нас с ним есть работенка ясно привет нужно револьверы ружья не нам только уделать пару-тройку тачек есть у меня кое-что классика разобьет все если битой недостаточно у меня есть еще парочка коктейлей аккуратнее с ними не спалите себе волосики были такие мужики какие-то это такие короче свои родные прям вообще уже нравится с ними но в тачках реально же не понимаю как этому кретину удается чинить движки наверняка колдовство какое а эй умник вытащи свою голову из жопы охренел поле не нельзя да так пугать людей извини ралфи я же просто пошутил Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли. Да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. Но пригодишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой Полли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Не, подожди, давай хот-род. Ты за рулем. И чтобы не вздумал, снова бездельничай. Это, не Полли, как там тебя зовут? Я забыл. Ты что-то мне подсунул, Ральфи. Я тебе тормозная шланг, урод. Ох, нихера. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь. А мы ползем на Колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я, Ральф, и наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина. Не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайками. Я тоже волнуюсь, что сейчас колеса отлетят нахер. Там в грузовике был виски? Да. Новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет. Но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Качу. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но... Кстати, погоди, а как так получилось? До добра это не доводит. Ну, у нас это пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо. А, понятно. Я про то, что... Вашей самого бухлатов, в какие заведения мы его поставляем, Том? Видел бы ты тамошних дамочек? Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая шратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит мне парень, который собрался сжечь машины Морелла? Хе-хе-хе! Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им зарисовать твою морду. Или врежем так, чтобы они ее нахрен позабыли. Я к тому, что когда ситуация-то возникла, он сидел там за столом, деньги читал и пил. Я, как понял, он вискарь хорошо-то херачил. Но, странно, что не ослеп тогда получается. Потому что, раз у них сухой закон, действительно, пить нечего. Ну, имеется ввиду, это, ты меня понял. Что нормально? Да мы себе только что новый мир открыли. Крутые тачки, оружие, бары, алкоголь. Девчонки или что там у них еще, да? Ну, пока не очень крутое оружие, говно-тачка. Ее займит девчонок, мужик Полли. Ну, начало-то положено. Ай, тормози, подожди, давай направо. Давай, едем, едем. Ладно, ладно, все нормально. Все у нас будет хорошо. Между кварталами Морелла и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую талию, а он сидит в Нордпарке и еще много в ней. Если окажешься не на той стороне улицы и не на районе, ты быстро поймешь, что тебя лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. Блин, реально две бабушки такие сидят. Пошел на вообще огонь. Тихо, я еду, стул, я тормозаю. Вот, еб. И тормозить мне нельзя. Она не заведется потом. Пойдем. Короче, тут вообще стебаться буду, походу. Опа, на река выехали. Слушай, а мы на их тачке можем вернуться? На хорошей. Не, подожди, подожди, подожди. И что ты делаешь? А может делать так, чтобы меня не подстрелили? Это будет твоей задачей. Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь краситься, да? Ага, вот так. А то есть старые гварты. Однажды они и тебя возьмут. Проберитесь мимо поля. В смысле? Если они нас не уменят, то и стрелять не будут. Почему мимо поля-то? Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару. А ты пока подбери сзади и стащи его. Давай. Отлично умею отвлекать. Прямо мастер этого дела. Не особо. Подожди, а он что, про кого говорит-то? Ай, на крышу, да? Или что? А, нет, все, верно. Правильно идут. А, вон, все, все, все. Понял, 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 понял. Не заметил, не орите, не ругайте. Все хорошо. Опа. А? А почему он вышел как тень такая? А, епта. А у меня какая-нибудь бита есть? Здесь чу-нибудь. Послушай, Марин, да кто вообще? Как-то раз у меня была тысячная возбудка. Так, дай его и возьми биту, ешень. А, кстати, да. Возьми тело. Ну, это так, на всякий случай, куда-нибудь. Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Как мне бросить? Пускай поваляется тут. Так, хорошо. А, зажать? Давай, Том. Так, подожди, тут зажать надо. О. Хе-хе-хе-хе. Так, дай повеселиться. Ну, бей. А че, ку-то? А, че, ку-ку? Тебя явно взбреслила эта тачка, а? А, ты... А, ты... А, ты... А, ты... А, ты... А, не, подожди, это... Это че такое? А, че... А, че... Эй, отвали от машины! Заби его, Том! Тебе что, жить надоело? На-на! Сука, больно. На-на! Хорош, смотри, красавчик. Давай, Том, скорей! Сейчас придут другие! Швыряй молотом! Поддай тут огоньку! Ща, 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 подожди! Вот так! Хорошо! На, еще! Ай-яй-яй-яй-яй! Ха-ха-ха-ха-ха! Мне не его жалко, вискарь просрали. Ладно, подожди, ну давай контрольную точку, че там? Че сделал? Где вот загрузиться? Что такое? А в смысле, я выше и вытянул, да? Нет, она просто вылетела. Так, а это я уже умею. Просто вылетел игрушку, ага, прикинь. Давай, Куб. Не, подожди, все нормально. Подожди, ты не паникуй. Ах, ты ж! Где там, что? Давай, иди сюда! Не, отвали от машины! Отстави ему, Том! Ща, 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 опа! Да подожди ты! Оп! Хлобысь! На, на, на! А почему на кута? Это же вообще, капец, неудобно. Хорош! Так. Подожди, я тебя-то умею! Подожди! Блин, машина-то хорошая. Так, 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 все, валить надо. Во, давай, 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 открывай. Что, это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит, и у него крутая тачка, я узнаю, где он ее держит. О-о-о-о-о, хрень. Да это ж такси! Это рядом с парой Морелло. Только не возьмите его, ребят. Прямо в ворота! Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. И дайте им удрать! Это хрень какая-то, это... Что-то такси, блин. Следует подозреваемого. Не, ну может она форсированная какая-нибудь? О-о-о! Нифига, полицаи-то, смотри, мощнее. В смысле, езжайте быстрее, избегайте куп... А, ну понятно. Кто бы сомневался. А, ну-о-о, уходим налево, смотри. Такой вираж красивый. Уходим и... Поскакали. Надо. Все, ушли. Этот тип где-то в Норд-парке. Раны или бот, но он объявится. Ищите. Да не объявлюсь, я сейчас свалю. Так, ага. Полицаи вижу. Все, я понял, что надо делать. Слушай, не, ну так прикольно. Блин, я вспомнил, что в этой игре было. Вот эта атмосферка, вот эта вот... Какая-то непринужденность, еще что-то. Вот это вот... Тех год. Ну как-то вот прикольно. Не знаю, она прям затягивает. В общем, в Майфе, походу, мы с тобой порубимся. Вообще на ура. Если опять так, как не зарубимся. Хе-хе-хе-хе-хе. Он убер! Пронесло. Поехали, доложим боссу. Не, надо, по-моему, больше, чем этот сюрик. Или это я с моста просто иду. Смотри, как красиво. Вот это было вообще эпично сейчас. Это просто... А вот это было тоже эпик фейл. Хорошо, хорошо, хорошо. Как тебе? Круто было? Да, я хочу повторить. Что круто? Утелать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же? А, пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машину на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебе. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцем разболтались возле бара. И я стал с ними работать. Десять лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше. А Винни уже старый хрыч. Я думал, что все... Езжай аккуратнее. Не надо привлекать внимания. Че тормозит, блин? Специально подставу делал два раза. Учитель. Только благодаря каким-то связям. Брат там или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родства. Вот, например, Карла. Папаше его был с додом, не разлей вода. Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Че ты сигналишь? Я еду. Машину не узнаешь, кого там долго... Дину. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю. Хе, еще бы. О, нормально, а то, блин, дал нам куда-то колы-магу. Я еще подгоню, покажу, какие тачки должны быть. Так тоже, конечно, говно тачка, но лучше чем-то. Слышь? Как там тебя? Рафик. Нет, подожди, какой нахер на график? Как тебя зовут-то? Не забывай его. Ральфи, Ральфик. Ральфик. Блин, бывает. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. И что-то ржавое. Слышь, воздух, красота. Слышь? А то вообще ржавое было. Че ты накопался, блин? Тебе машину подогнали, кручу. Классно повыше. На 2-3 класса, как минимум. Там А-класс какой-то, это Ешка. Может, Ешка. По их временам я хрен его знает. А че как беги-то? Че я не могу? Давай беги. А че, ёблочки? Но мано. Так ты все еще с ним? Да, типа того. Эй, босс. Все готово. Разобрались? Более чем мистер Савелья. Я понял. Садитесь. Видели Морелла? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Ха-ха-ха. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мореллой и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелла вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Прошу. Прошу. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила. Так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык. И если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелла травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Салери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной. Благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но если предашь меня... Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. По вашему счету, не такая же ты и мафия. Это просто бизнес. Я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи, повар так себе. Зато его дочь Сара, Мадонна. Первое время жизнь в баре Сальери текла неспешно. Я таскал ящики, доставлял послания. Парни бездельничали и болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Откуда ж не было знать. Давай, в общем, мы с тобой пока на этом тормознем. Блин, прям игрушка затянула. Прям вообще хорош. Прям вот эта атмосфера, прям супер. В общем, давай на этом пока тормознем. Все ссылки будут в описании под видео. Серия понравилась. Большой палец вверх. Оставляй комментарий. И подписывайся на канал, если еще не подписан. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok